меня зовут света это моя прекрасная карта из яндекса про дагестан вот предыдущей теме в дагестане кстати артем ты молодец нам всем стало темно теперь вот в дагестане кстати очень зачастую хорошо обученные пастушьи собаки вот они на людей не бросается несмотря на то что я боюсь собак они на меня тоже не бросались и вместе со мной гуляли там а собаки приблизительно вот такого роста до лошади короче и это еще им типа в среднем встреченные мной им было она маленькая всего пять месяцев ты чё ее боишься такая дура на тебя выходит до пастушьи вот там есть конечно пару мест где даже местные боятся этих пастушьих собак но в остальных местах мне прямо специально рассказывали что их учит чтобы они не кидались на людей так что не ходите в архыз ходите в дагестан почему вашем чуть-чуть чуть-чуть про меня я это не мое первое путешествие на кавказ вот понятно что я катаюсь на горных лыжах это непонятно но это я оговорилась сначала и первое мое знакомство с кавказом это кабардино-балкария и карачаево-черкесия то есть 1 при льбрусе 2 дамбай там ты особо с местными не общайся но не общаешься но в принципе их видишь вот и так или иначе начинаешь к ним как-то я надеюсь дружески относиться вот потом мои следующие поездки в этот кавказский за кавказский район это была грузия и потом армения и потом осетия вот это все к тому что я не просто такая с бухты барахты приехала в дагестан и потом восторженно хлопаю глазами и горю господи как здесь классно хотя это действительно так вот короче так или иначе я оказалась в дагестане ехать нет назад ехать было страшно потому что когда ты открываешь интернет там написано в дагестане вас убьют но если они такими словами то смысл в принципе тот же самый если вас не убьют специально то вы подорветесь на какого-нибудь взрыве который происходит там буквально так же часто как смены дня и ночи вот эта фигня как бы взрывы там происходит гораздо реже вот раз два дня до а может даже еще реже и чаще всего я так понимаю взрывы там не террористические акты а ну кто-то просто забыл вентиль газовый закрытие тут 24 человека рядом стояла потому что свадьбу ну извините вот но изначально кого-то посылу убить людей существую в этих несчастных случаях не было вот это я к тому что это не такой криминализированный район как любят показывать у нас средствах массовой информации это наверное для чего-то выгодно потому что тогда можно вбухивать туда бабки и и у местных людей будет работа в виде в сотрудников полиции и прочих органов мвд это очень классно потому что когда у людей есть работа они более радостно смотрят на этот мир вот и могут там когда и не взрывает никого другого вот и а второй аспект про криминализации общества это делает плохие люди из дагестана которые приезжают в москву вот и плохо себя здесь ведут потому что они мол не у себя на родине ну или в принципе у нас почему-то очень любит говорить что но если кто-то что-то плохое совершил то это стопудовый дагестанец но если он кавказец за как-то такое массовое мнение потому что у меня очень часто когда я говорю про дагестанских ажи так нам же убийцы поэтому я сразу говорю что не нифига они все в москве не переживайте вот и приезжайте в дагестан теперь карта такая прям сразу раскрыть да не вопрос внимание есть вот но она есть везде и в той же грузии его много и в той же армении насколько она но блин к насчет прибросить дел был очень давно сейчас я отвлекусь от дагестана мы стояли в очереди на подъемник была очень гигантская очередь на несколько часов и передо мной стояла компания ребят мальчики девушки и одна девушка стала откровенно заигрывать с чуваком который пропускает всех вот ну короче парень южный девушка красивая он повелся ля-ля жужу и она говорит ну было бы неплохо если мы прошли без очереди красавица конечно годная не 1 года не вопрос проходи с друзьями как только в общем они прошли без очереди девушка забрала опустила и такая делает вид что она его не знает чувак не поняла как так то ну то есть такой тупой развод а тут он так классный его прям при всех опустили и конечно начались разборки спустя два дня я встречаю случайно этой компании друзей в москве но не в москве в смысле они из москвы оказались в другом кафе и эта история пересказывается так что да я вот мимо проходила а этот плохой человек да он тянул меня за руки и вообще тут все негодяи то есть история о том что вот она себя вот так вела сама подводила ситуацию к тому чтобы молодой человек южный горячий и заинтересовался этого не было это я не к тому что вот девушки всегда сами виноваты но потому что эти истории надо взять знать все таки ну как бы досконально кто там кому к чему подходил или нет вот это к тому что ну надо как бы отдавать себе отчет как ты себя ведешь дагестан это типа их молодец красоты этого к вопрос видите как себя вести ведь она себя показала и пошла в грузии у меня были проблемы с тем что меня хватали за руки я тоже ездила одна в армении меня за руки не хватали но достаточно регулярно предлагали какие-нибудь близкие отношения по счету горишь блин нет он говорит ну ладно нет и нет я армянин я не мог не предложить в дагестане а у меня таких историй ну почти не было было одна но была настолько смешная что в общем я и даже нет ну как бы не я бы может быть бы и не было бы если бы там не знаю короче на мне кажется что конкретно в ригу стали в дагестане простите я замерзаю прям очень очень запинаясь много дагестане есть определенная смесь культурных и религиозных традиций которые вместе дает как это ни странно определенное уважение к женщине да может быть потом когда вы взяли ее что там замуж да она вас будет стоять полностью в паранже ну как у нас принято думать намывать посуду и больше в жизни ничего не видно и готовить конечно мужу классную еду и вкусную вот но на людях это будет уважение и несмотря на то что я типы неправоверная но потому что я не мусульманка да еще и выгляжу как неправоверная не было ко мне какого-то такого ну раз ты не наш это мы с тобой можем вести себя как угодно нет это действительно все были очень воспитанные и вежливые люди и я общалась не только с там не знаю людьми которым от 45 и выше а ну из достаточно молодыми ребятами которых должна там взыграть кровь вот но либо я не во вкусе всех дагестанцев тут я не могу ничего сказать мне кажется я надеюсь что нет но в общем может быть конечно так либо мне очень везет на сказать что в дагестане я была в итоге два раза каждый по две недели а что мне с ним делать я и так в пуховке и меня мерзнут ноги к сожалению положи сюда мне уже ничего не поможет вот короче внимание есть дальше как вы себя ведете вот понятно что в каждой деревне есть собака которая лает то есть семье не без урода и кто-нибудь может встретиться но мне кажется в москве встретить этого человека шансов куда больше вот и в москве с 80 процентов вероятности вам никто не поможет а в дагестане вам помогут особенно если вы турист особенно если вы девушка ну там не важно сколько вам лет ну то есть ним ним не мужского пола вот представить что что-то страшное происходит на глазах у других людей никто за вас не ступится я не могу как-то может быть мне конечно так везет слава аллаху не знаю в общем теперь карте да не к этой назад вернись чё хотела сказать смотрите какой дагестан огромный то есть вот весь кавказ и вон там весь такой огромный дагестан но вот эта часть которая от махачкалы и выше это какое-то унылое полуравнение мне кажется вообще ничего интересного нет кроме рек если среди вас есть рыбаки то там по моему очень классно ловится мне несколько дагестанцев рассказывали о том что они туда ездят путешествуют по своим району родному региону вот на рыбалка это вообще ни разу не в сфере моих интересов кроме как рыбу есть поэтому ничего не могу сказать я была только в той части которого начерчено кругом ну там квадрат на самом деле должен быть но в целом вообще все равно и есть вот часть которая ниже круга овала это так называемый юждак там ну есть какие-то всякие альпинистские крутым альпинистом интересные вещи куда-то ходить какие-то категорийные восхождения так я путешествую 1 это не про меня на самом деле вообще не про меня но свалим все на то что я одна была вот а теперь к следующему слайдом чтобы не быть голословной этого схема моих перемещений каждый день разного цвета заезжала я соответственно отсюда введено ну может быть вы помните криминальной хроники чеченской войны вот до сюда русские дошли и дальше там у них были большие проблемы но в общем и тут мы справились и вот это был первый день я тогда я еще была со знакомым мы передвигались стопом и пешком стопом пешком стопом пешком ну и как бы это такая прям дорогу серпантин дороги там нет грунтовка но яндекс не посчитал по моему около 40 километров плюс у нас было был перерыв в движении где-то наверное часа на три с половиной поэтому я считаю что и движение там нет как такового там очень редкие машины поэтому пройти за передвинуться за один день столько это мне кажется очень хорошая цифра а вот следующая одна такая рыжая линия это второй день это он уже в основном проходил по хорошим таким достаточно асфальтированным дорогам вот надо сказать что на кавказе не только в дагестане на других местах хорошие асфальтированные дороги все к этому идет видимо танком по ним удобнее ездить случае чего по крайней мере местные так шутят вот тут вообще километраж огромный это просто показать но в том плане что понятно что пешком вы будете идти вечность но кроме тех людей которые там по 38 километров за день делать как нехер делать они может быть побыстрее пройдут я медленно хожу вот но характеризует это дагестанцев что они подвозят людей туристов не русских надо сказать что я реально заметила что к местным них другое отношение типа какой-то нищеброд тут ходит и ну даже не останавливается а вот как видят что вы туристы к это же аллах велела помогать путникам и тут же они останавливаются вот и соответственно второй день мы прям из горного района оказались там внизу 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 рядом с надписью яндекса есть город дербент ему около 5000 лет еще до появления индексом был вот и мы короче очень быстро туда доехали но приехали затем на конечно но потому что это дороги не как мкат там меньше движения но все равно как как был достаточно легко уехать на машине если вам надо вот а теперь можно перейти к слайдам а ну или подожди нет не перейдем вот если тут аппендикс таковите дурацкой розовой линии потому что и день был такой дурацкий вот из из яндекса в учни это я повелась на какие-то там рекламы туристических компаний познакомим вас дагестаном которые в учни есть классный водопад но мне интуиция подсказывал что будет не классный водопад на я решила съездить вот это уже так называемый юждак там такая степь с колючками без деревьев и вообще как-то и некрасиво ну в общем будете там ездите в учни и делите всю информацию турфир на каких-то турфирмы это не в таком понимании когда таиланд пять звезд кто-то там местных пытается как-то деньги зарабатывать и чё знает то и лепит про дагестан а знает сами дагестанцы кстати о своем регионе очень мало если вот но мне уже был через несколько дней интересным в принципе у них спрашивать типа ребята что советуете посетить в дагестане и такие и 30 минут молчат но не минуты я говорила секунду потом ну как бы дербент я гранчу что мы в дербенте стоим подумает еще не ничего не придумают потом в разговоре может быть они вспомнят о гунибе это только потому что там русская армия подписала договор шамильом вот там в этих кавказских войнах 1800 каких-то 54 годов вот после чего он уехал в калугу где там потом циолковский уже творил но не суть до женился по-моему он уже с женой с двумя уехал туда но умер короче он тоже там вот но шамиль это национальный герой дагестана потому что он мол воевал за свободу а может и нет ну короче он классный но это к тому что на самом деле это я спрашиваю дагестанцев а чем он вам ну как бы вот вы все шамиль шамиля чем в нем классного ну этого они не знают антики ну он же за свободу сражался и у меня спрашивать ну вроде да я говорю на еще он воевал против русских нет но тут он не прав конечно но понимаешь типа свобода мы же горцы игры да понимаю ну вот потом если еще чуть с ними поговорить они могут спал может быть вспомнят про поселок кубачи вот тут вообще его не видно потому что он не очень большой но там короче ювелирка всея дагестана вот и она настолько мол классная что еще в каком 1500 году из ирана чувак не выдержал и пошел к ним за золотом там правда он плохо кончил и ушел оттуда или даже не ушел я не помню но к тому что они там прям умеет работать с драгметаллами не только драгметаллами пушки еще ваяли ну короче действительно прикольное место если вы любите походить по музею и посмотреть на серебряные вещи украшения всякие ну вот и а мужикам там оружие кинжал я в этом ничего не понимаю вот с точки зрения визуальной картинки там все время туман у кубачинцев еще есть какая-то присказка который мне никто не смог объяснить типа кубачинцы за золото туман купили и чё это значит ну как за золото туман купили грант хорошо ли плохо на слушай чё ты вопросы задаешь короче я так и не поняла это достоинство но может быть раз у них ювелирка то они туманом прячутся и это как бы здорово какой ты молодец вот ну и все и пожалуй больше они о своем родном крае там ничего не знает однажды я встретила мужика который много чего знал но оказалось что он туристический гид и я думаю ну все понятно в целом нет он как раз из гуни бы и прошамили там все прекрасно знал все а теперь можешь включать слайды слайды это фото это озеро кизиной ам на границе по нему проходят границы между чечнёй и дагестаном вот фотографии снимала я снимаю я не очень хорошо обрабатывать фотки почти не обрабатываю есть там барочка обработанных это не я делала если что вот я не буду про них ничего рассказывать я расскажу вот именно про дагестана мне правда хотелось потом про женщину блин видите вы меня сбили я в самом начале это рассказала теперь вообще запутаюсь что там надо было еще вот почему да блин ты поставить на три секунды и пусть она листается или кто-нибудь там поставьте вот кто разговаривать по телефону ну ладно сейчас секунду очень мне что-то холодно вашей тут москве я сибири приехал нас было уже как полтора месяца плюс 10 плюс 16 градусов а тут у вас плюс 4 и холодно вот и короче я путешествовал по дорогам условно говорят села к селу и ну и как пойдет вот потому что на самом деле с дороги открывается вот такой вид идти куда-то там блин куда-то в горы где непонятно что тебя ждет а ты только приехал в дагестан и тебе нужно опровергать слухи о том что здесь кругом взрывает и убивает и только и ждут чтобы пристать ко мне сахар было бы вообще чудесно вот нет конфетка не получится я начну 23 вот в общем почему-то она так все спасибо большое так не листается дальше можно все-таки поставить слайд-шоу да спасибо это все там же на границе простите дагестана и чечни вот и вот так ты можешь ехать по дороге а я вот стою буквально там я даже не стою это на ходу из машины снято может быть вам это видно я не знаю мне нет и наблюдать такие красоты для меня это реально красиво благодарю там вот встал место потеряла я поняла вот поэтому например ну не зная обстановке куда-то там ходить в одного ну там в какие-то горы мне казалось достаточно бессмысленно потому что ну действительно реально вот с дороги вот такой вид там на самом деле село просто дын-туман засада вот горячий ну чё-то можно быстрее к крутить невозможно долго вот так а так вот смотрите какой козел классный вот это на самом деле не единственная встреча на мной козел в дагестане остальные как бы воспитанные и интеллигентные люди а у него жизнь тяжелая и они завились вообще мне дагестанец который вот ну возил туда сказал что это еще ничего и не такое бывает но ничего не такого я больше не встретила поэтому только такой козел был вот смотри как ты какая история так как изначально я же боялась въезжать в дагестан 1 потому что если мне не я не подорвусь тут же на мини то обязательно меня убьют на следующем повороте вот я нашла в интернете чувака который как оказался твою мать из москвы вот который же ездил в дагестан он не сказал что все там классно ты можешь ехать одна но это конечно классно чувака то я не знаю может он только и дело что отправляет 9 задних в дагестан а потом они не возвращаются оттуда поэтому я зашла как бы с еврейским заходом со стороны и спросил типа вы не собираетесь ехать в ближайшее время такой пытался слиться но не удалось вот и он собирался ехать я упала к нему на хвост и вот это пипи 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 первые два дня мы проехали с ним вместе до автостопом а потом он улететь улетел обратно в москву потому что не в отпуск закончился они потому что такая противная вот а дальше я продолжила одна потому что мы уже стало понятно что совершенно спокойно можно путешествовать автостопом и и и как бы и вот а дальше но если ты сильно нагадил в этой жизни то наверное конечно тебя подвезет тот самый человек который захочет с тобой сделать что-нибудь плохое в лучшем случае это вот ты живой останешься наверное вот тут прекрасная долина но мы ее не видим вот и да я передвигалась пешком и автостопом автостопом и пешком пешком потому что очень красиво и я хотела ну как бы полностью насладиться видами когда ты идешь пешком у тебя есть на это время а когда ты передвигаешься на машине то хоп и ты уже картинка изменилась и такой только к ней привыкнул хоп она снова изменилась и ты такой же пять картинок увидел ничего не рассмотрел и уже в другом месте а когда ты говоришь там водителю стопы стопы очень красиво я хочу посмотреть на такой что тут красиво ты чё они вообще дагестанцы не 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 ценят своей красоты потому что красиво это небоскребы это вот у вас такие здания москва сити вообще вах и часы ролик тоже ничего вот а вот это все это они видят как как каждый день и как бы на что тут смотреть я говорю ну ладно в общем я их могу понять потому что на самом деле у меня случилось такая не впервые такое случилось неприятная история что к 14 дню я тоже такая а чё тут красиво то вот я у меня маршрут был ну как бы закольцо он я выезжала через тоже ущелье через как который я приехала потому что дорога ну она мне вынесла мозг в первый день она когда мы там передвигались я как господи как красиво а это вот рядом с известным водопадом тобот вот он это рядом с ухунзаха махунзах это поселок рядом с родиной господи тут я забыла как его зовут чувак который написал текст к песне потом она стала песни журавли знаете вот это мне кажется порой что солдаты скрывалов не вернувшись но не знаете и фиг с ним ладно вот ну вот это вот туда ближе к военной тематике скоро там 9 мая вот и она будет так или иначе везде звучать и вы сразу вспомните что это вот дагестанский поэт у нас пушкина у них вот он я его забыла как зовут но я обычно помню но сейчас нет вот и когда я встала возвращаться уже там у меня подходил концу вторая неделя я ехала по той же дороге ехала и шла по которой заезжала в этот дагестан и мне было даже лень выходить из машины чтобы что-то фотографировать ну блин а чё тут красиво то ну как бы я же тут была 14 дней назад то есть но просто я себе это объяснила тем что на самом деле действительно очень красиво но глаз не не может постоянно радоваться и наслаждаться и вот эти эмоции которые тебя переполняет изнутри они в какой-то момент ты устаешь от этого такой да и фиг с ним с пальто это не камень это мой рюкзак хоть кто-то должен был влезть в кадр то типа я здесь был вот но при этом я все равно это вот к тому что я передвигалась пешком но ты же не можешь идти пешком очень быстро и очень далеко поэтому так или иначе голосуешь и достаточно быстро кто-нибудь останавливается тебя подвозит а там ты либо успел выйти в нужном тебе месте либо ты едешь уже куда-то дальше с этим человеком это кладбище там офигительные смотрите мусульманские кладбище не получился я на ходу снимала они ведь такие узорчатые камни ну это не хачкары армянские но тоже как бы красивые какие-то арабские надписи а сверху шляпки вот эти сверху шляпки мне смог объяснить только 5 дагестанец тут мужик похоронен там где шляпок нет то там женщина но судя по всему у них одни мужики умирают честно говоря но либо он как бы придумал это как раз те самые кубачи которые за туман золото купили или точнее за золото короче как там был я забыл уже вот и раньше вот остановись на этом слайде видите крыши такие одни друг ну вот так куда передвигается и раньше они прям по крыше мы ходили потому что это налеплено прямо на 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 вот так вот типа на скалах дома и нет места для троп вот и поэтому люди просто так вот шли по крыше там где-то спускались и дальше шли по крыше и вот приходили к своему нижнему дому и это считалось типа нормально вот а люди за такой всякой фигней ездят либо в рио-де-жанейро рискуют жизнью идут фавелы хотя говорят что там навели порядок ну либо куда-нибудь там не знаю куда еще оказывается у нас тут пожалуйста в дагестане вот такая же красота и ну вместе с туманом и золотом все можешь дальше ехать это еще один его вариант спрашивайте а там крыша так чуть-чуть понижается и где-нибудь есть обязательно ступенечки но они эти ступенечки приводят также на крышу то есть на следующего дома и мой верхний дом и у меня вход прям вот на их крыше в мой дом и так вот до бесконечности никаких там до условной бесконечности конечно да да дорог других нет вот а дальше как получалось что чаще всего каком-нибудь но человек который меня подвозит уже ближе к вечеру например где-то где ты остановишься я так ну я не знаю еще не таки но тогда все ты останавливаешься у нас вот и как бы почти почти все время я останавливалась у людей в в их домах ну и собственно чё там жилье крыш над головой питье вкусная еда вот дальше женщины хлопают руками и глазами говорит о господи как ты одна путешествия по дагестан а тут же тут опасно так ты гришь да а что опасно они говорят ну нет но ничего с тобой не случится конечно ты же одна вот и особенно и и начинает коситься на своих мужей потому что они это в принципе без мужей не выходит дальше вот своего села никуда потому что это не положено и я там с одной девочкой подружилась она ну как бы одиннадцатый класс да как раз закончила и я говорю пойдем со мной погуляем сегодня ну я у них остановилась больше чем на ночь а ее отец такой хоп что-то ей там на дагестанском чё сказал я говорю папу что говорит ну папа говорит что так как я не замужем мне не положено гулять вот я могу тебя до конца села проводить а дальше нет вот но в селе свободы больше чем в городе потому что вот я следят с кем-то с городскими разговаривала ли с девушками которые вышли замуж и переехали в село это вот поближе мне удалось сфоткать опять же из проезжающей маршрутки вот да пара съездил на маршрутке даже платил за себя вот девушки которые переезжали из города в село они говорят что у них в селе больше свободы они могут спокойно передвигаться по селу и никто не подумать что это распутная женщина а вот например когда она жила в махачкале чтобы даже сходить в магазин который в соседнем доме ей нужно было обязательно дожидаться либо отца либо брата либо дядю ну то есть как бы ноуты при этом не обязана ходить там в до конца вот в хиджабе до полностью укутанный у них там все нормально с макияжем и с ногтями накрашенными хотя не слом не очень это приветствует вот но за хлебом ты сама сходить не можешь потому что вдруг что вот ну что смысле украдут и не зато тра не в том роду ты окажешься женой это вот какое-то здание старое там когда-то жили люди вот здесь вот скот скорее всего ну то есть у них же часто дома прямо на снизу животные живут но сейчас она заброшена и таких там еще много просто там 25 тысяч фотографий единотипных я вам не стала вставлять до вставила три всего вот но вот тут вот вот это жилой дом то есть вот здесь вот эта часть она там какой-то мусор складируется не знаю забыла кизяк ну то есть да это мы все знаем это слово еще какие-нибудь дрова которые может быть менее вонючая вот здесь жилая часть и в принципе всем как бы хорошо спутниковая тарелка потому что телевизор это главное достояние дома если у тебя нет дома телевизора то ты вообще никто в дагестане то есть как плохо у тебя все если ты даже на телевизор не накопил то вообще люди перестанут тебе в гости ходить вот и у меня как-то спросили но это был не дешевый диалог но такой показатель типа будешь смотреть телевизор игры нет он будет как-то не будешь смотреть телевизор я говорю ну как бы в дагестан приехал на фига мне смотри телевизор я и дома то его не смотрю и тут у человека я понимаю что все упало он говорит у тебя что нет телевизора я такая задумалась игры у меня я говорю нет у меня есть телевизор вроде бы как он будет такого фу ну ладно я же хотел тебе подарить я вот представила я там еще остаток дагестана такой с плазмой хожу под мышкой прихожу вечером кому-то и горе ребята здравствуйте давайте посмотрим телевизор вместе я свой вот собой взяла у вас какой покажите ну кстати телевизор у них круче чем у меня у них плазма у меня такое такое знаете здоровый квадратный который там много места занимает вот можно было согласиться и это в общем дорога ну не суть это все та же дорога рядом по которой мне сказали что ты будешь вечность идти там полу заброшенное село и машины не ездит вот я прошла 40 минут и хлобысь машина который еще нас точно давайте я вас подвезу вам же идти еще тут три дня я горнула да давайте еще поедем это к тому что надо немножко делить на два или на три или на сколько-нибудь слова дагестанцев о том что там никто не ездит тебя сожрут волки вот и с тем что там никто не живет и ты умрешь от голода вот потому что представить что у меня с собой еда у меня здоровый с собой рюкзак они не могут вот потом в какой-то момент я тоже понял зачем я ношу с собой еду вот эти какие-то непонятные каши быстро растворимый ролл тонн гадкий когда ты куда-то не пришел тебя вечно накормили вкусные здоровой едой и сметаны как сливочки вот да нет тут я прям с удовольствием кажется ем вкусный доширак если у вас была сметана из-под корова дагестанской я прям тут же ее съела вот это короче вот ну ты едешь по дороге а справа вот такие штуки я не знаю как они правильно называются конечно не куэста но слово красинка я хотел его сказать вот и вот это вот там сплошь и рядом я не знаю мне это очень красиво и поэтому ну я всячески хочу чтобы народ ездил в дагестан это не сильно опасно вот и люди там гостеприимные и вообще зачем зачем я поехала в дагестан то я уже сказала что я была на кавказе вот мне всегда хотелось дагестан то что я видела картинки и чьи-то фотографии более удачные чем мои но я же не могу их тут показывать это же надо им писать там нафиг надо хотя пиратство в нашей стране это все вот я очень хотела визуализировать у чужой увиденной картинки на собственном опыте там и понять красиво это или фотограф удачный это вот старая пост старая часть поселка кумух вот они вот вот по таким улицам и сейчас передвигается ночью там блин нет света ты наворачиваешь вот по этим дорогам и камням ноги подворачиваешь и как бы говорит ну вот недавно тут какой-то благодетель который уехал куда-то там в сибирь они очень любят почему-то из дагестана в сибирь переезжать вот он подарил мечети фонарь поэтому теперь последние 50 метров которые ты подходишь к мечети ты чё ты видишь а дальше в общем нет я говорю хорошо фонарь подарила кто свет оплачивает у нас другой есть добрый человек он там платит за электричество вот это как раз та дорога к перевалу которая вот буквально вот через некоторое время ко мне придут три здоровые пастушьи собаки и тут я уже попрощалась в общем но это была моя первая такая близкая встреча с собаками мне упал все я их боюсь а эти прям лошади вышли они так меня посмотрели типа дура ты тут одна ходишь и такие повернулись и головой машет пошли за нами ну как бы когда тебе три собаки говорят пошли за нами глупо говорить что ты шла в другую сторону игры ну ладно пошла и иду они еще так оборачиваются все время я уж подумал что сейчас ладно чуваки вы тут идите а я тут чуть приотстанно и как бы мне туда вот но они разгадали мой маневр видимо я веду себя также как стадо овец они одну собаку ей как-то так мигнули она обошла и шла сзади меня это в общем я вот типа такой да так в три раза выше вот и но мохнатой была там одна такая же да это были собаки но мне казалось что это молодые какие-то же ребята и не знаю что это такое вот а потом пришел пастух он вы в возник откуда-то просто из травы и такой мне говорит а вы что тут мою траву воруете я такая нет а с чего вы решили он говорит я смотрю у вас тут такой вещь мешок много травы это можно унести я города нет да может быть но ему это ребята где же вы были в тот момент вот но чё дальше то я сказала что нет траву свою оставьте себе она горит пойдем чайку попьем игру конечно чайку то я уже тут давно иду пойдемте и он короче у него кож это 21 век у него значит он этот легкоход у него там настил такой невысоко над землей и какие-то две стены из каких-то чахлых бревен и сверху непонятно как эта фигня полиэтиленовая перетянута вот здесь газ которым наверное как в архизе кто-то на 66 с том газе привозит шишиги точнее вот и бьет там родник такой прям фигачит из земли по резиновой такой трубе и падает потом куда-то там но не в пропасть но в обрыв в общем там уютно атмосферное красиво нет у меня эта фотография он решил он зачем вам людей вставлять но это прям реально фактурные мужики у меня папа был в пакистане и мы потом сравнивали факит почему они вот дальше не показывается ли это ты там не может быть такого до кончились видите я просто отбирала как могла но в общем это странно на самом деле потому что есть нет подождите еще должны быть из гунибо фотографии самые классные не может быть что нику может они 115 вот так должно быть я сокращала как могла до ну видимо до самые лучшие удалились ну ребят тогда извините вот потому что реально это одни из самых лучших фоток они а как надо было сказать подписывайтесь на мой инстаграм да 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 подписывайтесь на мой инстаграм там много всякой ерунды и пара фотографий из дагестана вот что-то я там забыл уже короче видите мы сбились и я забыла но короче классный а мы сравнивали с папой фотографии пакистанцев и дагестанцев и в принципе отличались только длиной оборот а так и че и че такие видные мужики у пакистанцев длиннее и пакистанцы быстрее и бесшумнее сбегает на на всякие там высокие холмы гравины и так далее вот но видимо ладно чего действительно добавляйте в друзья мы пришлю одну одна мне есть одна две даже удачных фотографий из дагестана 3 я вспомнил 3 но к сожалению ни одно из них мы тут не увидели жаль несколько правил да тут когда вы ну таких общих советов уже поздно все хотят спать и я замерзла как вести себя в дагестане вы приезжаете в дагестан вы помните о том что это часть российской федерации кстати вдруг кто не знал пожалуйста это как бы одна из республик российской федерации они сами говорят у себя что вот у нас дагестане или вот у вас в россии но если вы сами скажете так это конечно не будет смертельной обидой но он тут же вообще-то дагестан входит состав россии такой да я знал я просто вы же так говорите а я вот оговорился а вот не надо так выговариваться ну то есть как бы ничего такого в морду не бьют хотя может я девочкой поэтому нет но в принципе лучше сразу сказать да на нашей территории там россии или вот а у нас в москве ну что не такое тогда не не будет обид потом чё чё сказал я не слышу конечно я и будучи во франции говорила что не зря тут 812 там у вас ну я не очень умный человек вот потом другая что там еще приезжая в дагестан нужно помнить что это исламский район сразу оговорюсь да что надо понимать что я надеюсь что вы это понимаете нас равно скажу что мусульмане это не равно террористы вот к сожалению я в россии очень часто встречаем мысль о том что это синонимы вот да и но иногда эта тема если вы вдруг подружились дагестанцем и начинает не просто подружились а много говорите так или иначе эта тема всплывает в разговоре и лучше чтобы вот эта мысль что странно ведь мусульманс твой это же не терроризм чтобы вы озвучили потому что тогда им это будет приятно да 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 вот сейчас и к чему я про из это что они мусульмане да нужно соблюдать какие-то религиозные правила не догма в это правило то есть если вы мужчина не надо там в шортах разгуливать потому что ну как по мужикам это у них не принято тем более не надо разгуливать в осинах не знаю я не встречала на самом деле вот чем не понравились дагестанцы они достаточно толерантные терпимы к гостям республики поэтому они тебе не скажут как москве ты чё пидор простите за мой французский вот вот этого вот этого не надо потом ну как бы вот мне например это безумно нравится в дагестане прям вот прям классно там не ходят мужики без футболок вот даже при том что половина из них борцы но вот встречных мной людей там они занимаются собой спортом но если вот и ну я просто шла мимо тренировочной базы ну как бы не совсем прям то чтобы мимо но там ребята бегали вверх вниз и когда они увидели что я подхожу они одели футболки потому что не принято у них перед женщиной ходить блин полу обнаженным у меня слетел а нет не слетел да блин вот в москве смотришь чем хуже у чувака фигура тем точно быстрее он снимет футболку вот и меня прям это а да а там как бы там так не принято вот а женщинам при этом но тоже нужно соблюдать какие-то определенные да не поняла вопрос ногами по дорожке да сначала вверх а потом вниз взад вперед вперед назад физкультурой до занимались вот блин тут мне нужна подсказка потому что я теряюсь мыслями что-то еще хотел такой классный сказать про то что нужно соблюдать кто у нас там у нас праздник сегодня а вот моя основная мысль то что почему мне кажется что короче я ехала в дагестан за визуализации красоты уезжала оттуда смысле что дагестана это республика с офигительно классными людьми да у нас есть культурные религиозные отличия да у них там жизнь в селе у нас в городе да мы никогда друг друга не поймем но вот этой храдушие гостеприимство но ну бесконечно меня поражает если до этого мне казалось из моих путешествий что самые гостеприимные люди это армяне они грузины как многие думают что грузинов очень много монетизировано все он тебе сначала такой вах-вах а потом счет выставит вот армяне не как-то более душевные не знаю это на всей территории грузии было в абхазии вообще боюсь ехать вот то дагестанцы они у меня вот ну я некоторое время уже без работы и мне многим как же ты вот типа в дагестан ездишь и даже два раза да потому что я заплатил только за билет до махачкалы и обратно ну и там пару раз на маршрутке все больше там никто вообще с меня там тебя подвозят ну понятно что автостоп до денег не берут тебя кормит на ты ночуешь людей и если ты им предложишь деньги это будет оскорбление то есть я попыталась пару раз там еврейскими заходами может быть вам надо людей это прям реально обижает потому что там туристов немного они еще не догадались это поставить там на какую-то монетизацию вот и они совсем радуши с этой многовековой истории отношения к путнику принимает тебя в гости вот и никакой там материальной компенсации дело вообще не заходит вот и я не к тому что классно сэкономила а к тому что на мой взгляд вот по крайней мере вот я человек из москвы я очень часто сталкиваюсь вот с этим ты мне я тебе желательно я тебе поменьше а ты мне побольше да тут как бы ты вот тебе человек делает добро и еще делает добытой уходишь он тебе еще вдобавок добра этого дает а ты уже даже отказаться не можешь и все это да и все это от чистого нас нет я не вот кстати вот меня нет такого я на самом деле в москве не жду подвоха и в дагестане не жду но просто это реально меня это подкупает а потому что я знаю очень много мне достаточно широкий круг общения я знаю в москве определенное количество людей которые не подвозят даже там голосующих девушек в москве потому что а вдруг у нее удавка вот она сядет и все но может быть такое конечно такие истории они были и в дагестане есть такие истории несмотря на это они все равно пускает незнакомого человека к себе домой переночевать а мало ли я что там сделаю и при том что сейчас у них есть было несколько историй вот мне осенью рассказывали что они ходили вот эти русские обязательно русские которых переманили ну как бы не прим ну короче в общем они теперь приняли ислам но какой-то такой типа радикальный поэтому не имеет отношения так реально к религии а потом ходят с этими вещь мешками взрывает там вышки сотовой связи поэтому на меня там начинали в этом же районе где вот два месяца назад на меня вот такая же прошла там в красной юбке и у них потом вышка взорвалась и они посчитали что это она виновата ну или там расследование было я не знаю да и они ну как бы с подозрением относятся но при этом вам нужна помощь вам типа да наверное я кстати не уточнила да или типа может быть и сначала поешь поспишь а потом ладно чего потом взорвешь да вот и это вот ну как я не знаю может кто-то встречался с этим бесконечно многое количество в других местах но у меня не было такого вот они конечно простодушные дагестанцы прям наверное вот и всех встречных мной кавказов они самые такие вася девушка но в принципе если на это остро не реагировать то это ну как бы даже мило в какой-то момент там те же осетины например что сравнивать соседи они у них больше процента образованных людей они лучше говорят формулируют свои мысли они знают историю края когда осетия вступила в российскую империю и так далее вот и какие-то вещи могут рассказать дагестанцы они простые ну типа да вот мы тут много живем и до этого наши жили здесь предки вот мы баранов после приходили иранцы мы конечно им там надавали по щам они ушли вот и как бы их все их представление об истории ну а когда-то там появилась потом российской федерации нам в общем где она и где дагестан в целом так я не к тому что вот они глупые бескультурная к тому что у них как-то вот с этим попроще и может быть поэтому как-то больше душевности такого то они реально вам рады вот и как бы и мне кажется это надо ощутить потому что у нас очень ну в европейской части россии за уралом я этого меньше встречала очень предвзято негативным образом негативном плане относятся к кавказ самол они там все негодяи но если съездить туда к ним то но какие-то вещи они становятся более понятны ну да вот он там ему нужно резьбинку на красной площади танцевать но и чем такого то пусть танцуют у себя не кстати чуть блин ни разу не увидел чтобы они танцевали вот есть да есть да вообще есть такая мысль потому что на самом деле в дагестане тяжело либо либо ты работаешь в мвд но тогда есть шанс что тебя убьют вот потому что все таки там там ну там все таки есть какие-то ребята крик криминальные авторитета но перхани элементы они везде есть а вторых есть все таки вот эти вот бородатые которые с непонятными воплями не имеющего никакого отношения к аллаху что-то там делают их называют лесными братьями они уходят в лес поэтому поэтому они лесные братья вот и все и местные жители сотрудники мвд не рекомендуют ходить в лес далеко от каких-то сел потому что неизвестно кто там тусуется нет я не была в лесу вот именно потому что как бы мне не очень хотелось на море я была да вот да я но подожди я не сказала же стопудово что эти лесные братья есть и но есть еще такой аспект что иногда есть какая-нибудь информация у сотрудников мвд о том что в этом районе есть какие-то непонятные элементы потом они смотрят ночью какие-то непонятные элементы откуда с гор спускается к селу ну и как бы блин состоянии войны они не особо там предупреждают типа стой стрелять буду к тому же далеко зачем вот они просто стреляют а потом оказывается что это два молодых чувака местных которые вот тут вот живут в селе пошли погулять а вниз они уже не спустились и поэтому как бы если ты решил пойти в лес то предупреди как минимум местных сотрудников мвд я вот как-то в одном есть кого что я бы хотела в горы прогуляться имя такие ребята мы вас будем сопровождать я такая поворачивайся там четыре блин дагестанцы игры да я не хочу уже в горы ладно а потому что но все конечно прикольно но все равно там идти в сопровождении четырех дагестанцев до наоборот на них выйдут эти лесные братья а я такая мим проходила типа ребят и вы там их трогаете а меня нет так вот так может быть но ведь им не на присылали кучу там статей про девушек которые ездили и они у них почему-то но в этот же дагестан и общий итог их рассказа о том что там все плохо при том что они приехали в район в котором проводилась контртеррористическая операция и взяли под охрану с ними ничего не случилось хотя какого-то мужика были мысли но это в общем-то логично для большинства мужиков но ничего в итоге не случилось они потом поехали на море все это время кто-то там вкусно кормил вот они целыми здоровыми вернулись в москву но как итог в дагестане хреново ну знаешь ли это как поехать в египте а там как бы там море а тут песок надо же как-то неожиданно я думал тут будет блин все по-другому снег и и пальмы одновременно ну то есть как бы думать что надо же осознавать то куда ты едешь ты вернулся оттуда живым тебя кормили вкусной едой а ты еще и недовольны я ну я я реально ну как бы этого не понимаю то есть возможно в моих словах сейчас немного звучит противоречие да с одной стороны я говорю что там безопасно но с другой стороны я не хочу да у меня не было предпосылок к тому чтобы не вернуться живой но возможно я допускаю мысль что я там хожу под счастливой звездой и она там от меня отводила все неприятности все два раза по две недели что я там была может быть такое да но почему у меня два года нет работа тогда не понимаю вот как-то же а да ну может быть чего отличать персики вот персик такой то вот персик ну другой вид вот этот другой вид только у него отделяется косточкой кожура а это такой же как первый только маленький все поняла игры да он мешает персики и говорит ну и чем чем отличие я буду все понятно это персик это персик это персик это маленький персику я тебе сейчас объяснили начинает и начинать почему в москве там уж про дагестан говорим вот нет и очень если бы он это бы может быть я бы как бы очень я не сдала не сдала на экзамен не смогла торговать персиками 5 то что не отличил их друг от друга но но все были вкусные вот а а осенью я встретила с пастухами которые перегоняли коров и тоже не справилась там не говорю давайте я вам помогу но я бегала больше от коров сама чем они от меня и как бы тоже не справилась очень пустухи меня тоже не взяли как бы поэтому не смогу найти работу в дагестане вот а насчет персиков кстати за вот эти две недели в августе я съела персика больше чем за свою за всю жизнь до этого мне там несколько десятков уже вот потому что блин каждый вообще встреченный мной дагестанец считал до нужным если у него были персики обязательно подарить мне этот персик если нет а рядом была лавка он шел покупать этот персик из них каждый второй с половиной мы его где-то ну так конечно как мужики мой подвода поставили до и но в целом уже проявил заботу да вот и ну да не там родников очень много вот ну то есть это все это с одной стороны я знаю что там типа как бы немного опасна вот а с другой стороны там обалденные люди которые постараются всячески минимизировать ваши риски хотите вы можете вообще от одного поставим в дык другому передвигаться но если вы также решите вдоль дорог ехать а вдоль дорог все равно ну согласитесь красиво что там со змеями змеи преимущественно в юждаге в юждаге я была только один день мне хватило я больше не хочу вот змеи я не люблю что делать когда тебя укусила змея все-таки прижигать не прижигать отсасывать не отсасывать я не знаю поэтому как бы лучше со змеями не встречаться вот ну как бы я не видела но я вообще надо сказать достаточно плохо вижу поэтому может быть вот в районе южного дагестана есть змеи и в районе между махачкало и кизелюр там это там в общем-то не очень интересно там есть этот сары кум где снималась белое солнце пустыню баба бархан из песка вот там типа мол тоже змеи есть но так как я не люблю когда воды нет и терпеть ненавижу песок мне не было никакого смысла туда ехать тем более когда там еще скорпионы и змеи я что не в себе очень но я про скорпионов потом да я песке тюлени морские вот слушайте может у вас еще есть вопросы потому что у меня отключился планшет ну то есть я могу включить там еще были какие-то незначительные пункты в общем про дагестан я могу на самом деле говорить бесконечно долго тем более когда нас фотографии закончились вот но просто мне кажется что спать хотим или холодного не знаю парням короче там вообще мне кажется еще лучше чем с другой стороны может быть и хуже в общем этот товарищ с которым мы с которым мы въезжали в дагестан вот и два дня провели он перед этим там был уже дважды него вообще никаких проблем нет и к тому же нет этого излишнего мужского внимания потому что все таки он мужик они девушка вот да фиг знает он не был в лосинах вот ну на день шорты поверх до поверх лосин вот и в целом как бы подвозит и как ну как мальчиков так и девочек автостопом главное чтобы у тебя была внешность не кавказской тогда они будут ну если кавказка не тебя принимать за своего своим они как-то не так радушно помогают вот мне у меня была прям показательная история когда меня подвозил один мужик и такой говорил да путнику всегда надо помогать мы всегда дагестанцы всегда помогать путником кого бы я не встретил бедняка там или богатого человека мне все равно я буду его помогать и мы тут проезжаем им кута мужика я горю он говорит я его не буду подвозить блин ты мне три секунды назад говоришь а то что ты поможешь любому человеку но видим этот любой человек он ну как бы турист не кавказской национальности должен быть ну да да вот а если уж турист будет проявлять какой-то интерес к местной культуры или там типа объясните мне а почему вот лежат на крыше дома там на камни да то есть какой-то задавать вопрос на который местный сможет вам дать ответ и при этом вы сделаете сделаете вид что вы сами бы никогда бы не додумались до такой простой вещи что как бы крышу же надо чтобы она как-то держалась и ветром не сдувало вот то тогда они вообще в воздуши не будут чаете будут думать что они вот видите да то есть вот как бы это на самом деле не только в дагестане это в любом месте когда вы путешествуете если вы проявляете уважение культуре интересуетесь там истории еще что-то лучшее чуть-чуть в общих чертах знать заранее да да вот и это не ну как бы это реально как бы ну люди все на это ведут совсем приятно быть умными и типа рассказывать кому-то еще что-то да и как бы а если это еще и мужик и кавказец он прям вообще да я и про крышу рассказал да все я теперь там и лучший друг вот этим прям слушай я мы я была вот в дербенте и пошла со своими новыми друзьями на море вот ну то есть как бы мне же нужно покупаться с кем-то рюкзак оставить ну я купалась в обычном московском купальнике в раздетом на меня конечно да на меня смотрели и мои друзья и там еще какие-то люди вот нет девушки смотря насколько она верующий если она прям сильно верующий она зайдет прям полностью как там хиджаб паранжай все время путаюсь в этих понятиях то она может зайти в таком купальнике что ты еще позавидуешь и спросишь где она его купила вот потому что ну там были такие прям классные купальники у некоторых но я решила что я не буду перед своих друзьями тут пойти к девушкам подкатывать зачем вот и про купальник спрашивать но в целом как бы все вот в рамках но она видимо значит она видимо с братом пошла купаться поэтому ничего страшного если что ее там брат да спасет вот еще может быть какие-нибудь вопросы я к сожалению не скалолаз вот я и не могу правильно оценить горы но у меня есть ощущение что в большей части это ну как бы такой сыпучий материал который не очень подойдет хотя может быть ну вот тут и можно ну да не мне кажется что да но я не могу лазить потому что но у меня есть особенности с кожей как бы ну поэтому в итоге не могу да я не я придавал этому внимание на не могу правильно оценить скалолазов местных я там не видел знаю что куда-то в дак и в ингушетию в ингушетии особенно бейс джампер ездит а вот вот про скалолазов я в итоге не слышала но вот чувак с которым мы заезжали вот эти два дня вот то что мы увидели за эти два дня он сказал что ничего из этого неприемлемо для скалолазания потому что сыпется вот а уж насколько он адекватно оценил не знаю вот да но там видишь есть вот на территории юждага которые там альпинистские всякие лагеря может быть там альпинизм сочетание со скалолазанием возможен вот надо но меня и интересует например в этом плане осетии мне кажется там больше скальных выходов которые бы подходили бы для вот скалолазания или для того же бы и джампинга то что там такие вертикальные стены вот и как бы можно наверное успеть даже раскрыться вот но почему-то там не скалолазов небы из джамперов я не встретила может мы просто разошлись вот да возможно возможно как бы нет но вот в ингушетии стопудовый тебе из джампера летают а тут там точнее вот и не так много несчастных случаях надо сказать вот все больше никого да нет вопросов нет вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok